Сумеет ли Ливан восстать из руин? Автор статьи Джон Эндрюс, бывший редактор журнала «Экономист», жил в Ливане в 1970-х годах и дает свою версию причин нынешнего плачевного состояния страны. Цитата. «Ливан принял более миллиона человек, бежавших от войны в соседней Сирии. Его экономика в свободном падении. И как будто всего этого, а также пандемии COVID-19 было недостаточно. Теперь произошел катастрофический взрыв в порту Бейрута, что позволит прекратить эту историю бедствий, стране, чья столица когда-то считалась Ближневосточным Парижем». Сдается вопросом Джон Эндрюс и, сожалению, пишет, что образ того Ливана давно канул в лету, уничтоженный гражданской войной конца прошлого столетия, коррупцией и региональным хаосом. Хотя сейчас правительство отправлено в отставку, народный гнев будет и дальше нарастать, уверен автор. Протестующие в Ливане уже давно требуют покончить с разделом власти по конфессиональному принципу, а также с вмешательством во внутренние дела страны различных иностранных государств. От Америки и Израиля до Сирии и Ирана. Разрушение порта в Бейруте и падающая экономика страны убедили весь мир. Нужно положить конец политической системе, которая жестко распределяет власть между христианами, шиитами и суннитами. Не исключено, что это лишь усилит глубокий раскол внутри страны, считает журналист. Соперничеством двух проигрышных машин называет издание Фигаро предвыборную гонку в США между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Журналист Адриан Джульмес сравнивает тактики кандидатов в разгар санитарного и экономического кризиса. Дональд Трамп вместо четкой национальной политики и твердого руководства, словно не осознавая масштабов кризиса, обвиняет других или восхваляет собственный метод, в результате чего федеральное правительство парализовано, а каждый штат борется с пандемией по своему усмотрению, указывает журналист. Хотя глава Белого дома по-прежнему пользуется неизменной поддержкой до 40% избирателей, результаты опросов вызывают беспокойство, особенно в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах, пишет Фигаро. Главный конкурент Дональда Трампа от демократической партии Джо Байден до сих пор извлекал выгоду из ошибок президента. С марта кандидат сидел в изоляции в своей резиденции в штате Делавер и месяцами хранил почти полное молчание. Возможно, поэтому он казался неким символом надежды, рассуждает Джоль Месс. Однако демократы не сумели извлечь из этого выгоду. Цитата. «Партия позволила втянуть себя в эскалацию протеста, что отнюдь не успокаивает общественность. Наиболее радикальные элементы демократической партии взялись за снос памятников, стали требовать лишения полиции финансирования и использовать тему расизма в качестве оружия, чтобы заставить замолчать оппозицию, перечисляет Адриан Джоль Месс и подводит итог. Нынешняя политическая ситуация в США не имеет ничего общего с той, которая имела место в 2016 году. Несмотря на это, главный шанс Дональда Трампа на победу снова коренится в слабости его соперников», заключает автор. Жители Маврикия пытаются остановить нефтяное пятно с помощью собственных волос. Ресурс «Ойл Прайс» напоминает. У берегов островного государства в Индийском океане танкер получил пробоину и около тысячи тонн нефти попало в бирюзовые лагуны. Многие местные жители последовали примеру депутата парламента Йоанна Берингер и принесли на берег свои отрезанные волосы. Из этого материала, а также из нейлона, изготавливаются заграждения, которые препятствуют распространению нефти, пишет издание. Журналистка Светлана Пороскова рассказывает, в 2015 году британские географы обнаружили, что человеческие волосы адсорбируют, то есть притягивают и удерживают вокруг себя количество масел до девяти раз превышающих их вес. Хотя исследований на эту тему не так много, сегодня известно, что этот натуральный материал как минимум также эффективен, как полипропилен. Цитата. «Важно, что переработанные волосы можно использовать не один, а несколько раз. Мы должны мыслить по-новому, когда речь идет о борьбе с катастрофами. Экологичные решения лучше в долгосрочной перспективе, ведь это почти абсурдно — бороться с нефтяным загрязнением воды с помощью пластика, который, в свою очередь, также негативно влияет на окружающую среду», — отметила биоэколог Меган Мюррей из Сиднейского технологического университета. В то время как исследователи ищут наиболее эффективный метод ликвидации нефтяных разливов, экологи говорят, что есть один способ остановить их раз и навсегда — это прекратить использование нефти, — добавляет Oil Price. Ледники Гренландии прошли точку невозврата, сообщает журнал Nature. Даже если изменение климата Земли удалось бы остановить, ледяной щит все равно продолжил бы сокращаться, — передает научное издание. Исследователи провели дистанционное зондирование 200 крупных ледников. Оказалось, что регион прошел тот момент, когда снегопады, ежегодно их пополняющие, могли компенсировать потери, связанные с таянием. До конца 20 века ледяной массив удавалось поддерживать состояние равновесия, однако теперь баланс наружен — и льды Гренландии будут набирать массу только один год из ста. В прошлом году таяние оказалось таким сильным, что океан поднялся на 2,2 миллиметра всего за два месяца.